Продолжение следует... И это и есть полнгородище. Значит, исследователи 19 века, которые писали историю Рузы, считали, что именно это городище является первоначальным городом Рузой. А позже они связывали это каким-то образом с Юрием Дмитриевичем. Помните, Дмитрий Донской оставляет Рузу своему второму сыну Юрию, Юрию Звенигородскому. И вот они почему-то считали, что именно Юрий, который везде очень быстро строил каменные храмы, он все равно, он действительно такой строитель, можно сказать. И вот они думали, что он перенес город на новое место, куда мы сегодня еще с вами поедем. Но это было лишь такое умозрительное рассуждение, основанное на чем? На названии. Название деревни. Там поселок Старая Роза, вон оно мы проехали, мы оттуда с вами приехали. А это деревня старая. Вот, собственно, вот эти вот названия и дали повод так думать. А археологи, которые копали это городище, правда, я опять не думаю, где же они копали, если это кладбище, да? На кладбище они. Где-то рядом они пал, копали, я не знаю. Но, в общем, они нашли здесь слои аж 11 века. То есть это, видимо, более древний город. И он существовал ранее, чем упоминается Руза в 14 веке. А вот, был ли это какой-то иной город? Был ли это какая-то Руза еще существующая до упоминания 14 века? И на эти вопросы археология, конечно, никогда не даст название. Замечательно. Вот в районе Звенигорода местность называют Швейцарией. Вот Руза. Вот отсюда не видно местопадение. Вот оно где-то с левой стороны. Руза впадает в москварику. Вот русский купажный завод. Вы проехали с левой стороны. А тут и так красиво, но с колокольни будет еще, я думаю, крашен. Скажу, что село Горбово мы впервые видим в источниках очень поздно, где-то в начале 17 века. Это песцовые книги 1620-х годов. 25-й год, первое упоминание. Песцовые книги составлялись, как известно, как акт просто учета земель, потому что после смутного времени слишком много было разорено. И вот большинство сел московского региона, они впервые упоминаются, если брать процентно, то больше 50% сел упоминается именно в 500 книгах 17 века. Причем, вот мы еще в Рузу поедем, там свидетельствовали эти книги о полном разорении страны. Можно сказать, что страна просто перестала существовать. Например, вот в Рузе 17 храмов. Представляете, сколько людей туда ходило. А там всего лишь действующая дверь церкви. Соборный храм стоит без пения, как так и говорили. Здесь, кстати, вот тоже, я вот не увидел нигде упоминание, когда первая деревянная церковь появляется, но батюшка подтвердил, что она упоминается уже вот в этих Песцовых книгах 1625 года. Село это было не усадебное, оно было владельческое. Ей владели сразу несколько фамилий. Сначала владели Хитрово. Одно время даже владел Никита Моисеевич Зотов, это известный сподвижник Петра I, он получил это село за Азовское осадное сидение. Ой, не осадное, а за Азовские походы 1690-х годов. То есть где-то в конце 17-го, начало 18-го века здесь эти места владеют Зотово. Второе название было Горбово, второе название Богородицкое, потому что церковь была казанской иконой Пресвятой Богородицы. Что тоже свидетельствует о том, что это 17-й век, потому что казанская икона начинает особо почитаться именно с строительства Казанского собора в Москве. То есть это 1630-е годы. Именно как общероссийская святыня, потому что до этого она, ну, она почиталась в Казани, так скажем. А после смутного времени эта икона становится чуть ли не покровительницей. Ну, собственно, ее так и считали покровительницей до дома Романовых, поэтому очень много престолов во всех городах посвящается именно этой иконе Пресвятой Богородицы. Но храм и в течение 17-й, 18-й веке он все время был деревянным. И только в 1802 году был составлен проект каменного храма. Тогда село владели Хованские. Они, у них основное владение это село Кожино. Отсюда, ну, не так далеко, это тоже русский район, на реке Москве находится это сельцо. Вот Хованские, у них основная усадьба располагалась здесь. А вот Горбово, которое они приобрели, можно сказать, путем наследования, потому что это было преданное Горбово, вот они здесь размещают суконную фабрику. На реке Рузи была сделана плотина, вот, и за счет этой плотины, за счет этой воды стала работать суконная фабрика. Собственно, производство периодически менялось, но до сих пор оно стоит на своем месте. Правда, в последнем 2000-х годах уже фабрика перестала действовать, но сейчас мы проехали, что-то там вот. Какие-то здания уже перестроены, конечно, они стали стоять. Что касается архитектуры этого здания, то это начало 19 века, это проектный храм. Конечно, Хованские заказали здесь церковь для жителей Горбово и для рабочих их суконной фабрики. Естественно, суконная фабрика появилась, сюда нужно было переселять крепостных. И они должны были ходить в какой-то храм, они фактически строятся где-то церковь. Это и шедевр, безусловно, но это очень хороший консертистический проект. То есть сейчас, когда будете обходить эту церковь, вы увидите, у храма было много белокаменных деталей. Практически все там булочки подоконные, наличники, они все были сделаны из белого камня. Основной четверик, к сожалению, в советское время потерял ротунду. Это была ротунда на четверике, очень любимая композиция в эпоху быкового мессицизма. С западной стороны к храму примыкала так называемая трапезная теплая церковь, которая служила зимой. Ну и колокольня, на которую мы сейчас поднимемся. Сейчас ведется восстановление храма. Он был в очень плохом состоянии, но вот потихонечку храм возрождается, службы ведутся, я так понимаю, в трапезной части. А мы сейчас с вами сможем подняться еще на колокольню. Вообще, что еще... Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Играет музыка 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 Играет музыка